Всем привет! Хочу с вами поделиться что лучше покупать протеины, спортивное питание или кушать натуральные продукты а именно яйца, творог, курица и рыба я вам советую больше накладываться на натуральные продукты такие как овсянка, яйца, гречка курица, рыба творог а протеины отодвинуть назад и не думать о них во-первых, это дорого а во-вторых, неизвестно, что вы насыпали а когда вы покупаете яйца это дешевле и вы знаете, что это яйца я вам расскажу примерно что я кушаю в течение дня ну так вот средне, что я ем ежедневно с утра у меня обычно 100 грамм овсянки и овсянка 100 грамм не ем от этого заваренная уже с водой а я на сухом виде я взвешиваю 100 грамм в сухом виде обычно 110-120 грамм получается у меня электронные весы есть взвешиваю, завариваю только пятком получается такая средняя тарелочка овсянки и кладу туда 2-3 яйца получается у меня в белках где-то 24-30 грамм если 2 яйца, то 24 грамм белка с утра если 3 яйца, то 30 грамм белка потом у меня творог одна пачка одна пачка творога стоит от 40 рублей там получается где-то 35 грамм белка ну средне, да и будем считать в среднем 35 грамм белка на порцию 200 граммовая пачка где-то 40-50 рублей стоит потом у меня курица курица дороговато выходит курица филе курица выходит где-то 50 рублей у меня 100 граммовая порция там помещается где-то у нас 30 грамм белка в 100 грамм вареного филе ну и вместе это я ем вместе с гречкой или с рисом также где-то 50-80 грамм сухого веса крупы рыба также у меня обычно это дешевая какая-нибудь рыба там горбуша или кита вареная и где-то получается 150 грамм кладешь также взвешиваю на электронных весах получается тоже где-то грамм 30 30 грамм белка где-то на порцию выходит недорого там рублей по-моему 40-35 рублей на порцию выходит может чуть-чуть побольше вот и это получается настоящие белки понимаете с полезными веществами допустим в рыбе же если горбушу там брать сардину, не знаю, там киту там же есть всякие жиры полезные рыбные вот а также в яйцах много полезных веществ я вот допустим еще много яиц ем вечером я ем от 6 до 8 яиц за один раз вечером съедаю опять же одно яйцо выходит 5 рублей порция собака хочет меня сожрать наверное крадется за мной разбила меня 10 яиц стоит 50 рублей средняя порция 5 яиц нормально 5 яиц это где-то 30 грамм белка и получается 25 рублей порция белка в разовую порцию белка 30 грамм это нормальная порция кому-то надо 40, кому-то надо 25 ну средняя 30 грамм белка за порцию нормально если кушать каждые 2 часа если даже умножить 5 приемов пищи на 30 грамм белка я не говорю вам, что надо есть одни сплошные яйца нет, надо чердовать яйца, рыба вместе с гречкой, вместе с овсянкой, рисом вместе, допустим как вместе? допустим, если я яйца ем то я добавляю грамм 50 в сухом виде или гречки добавляю 50 грамм вот, если допустим курицу, так же я гречки добавляю 50-80 грамм если рыба, бывает без гречки, бывает без риса ну иногда добавляю где-то 50 грамм какой-нибудь крупы посчитаем, давайте протеин где-то нормальный протеин стоит от полторы тысячи ну, может там, тысячу-триста вот и считайте, где-то примерно 30 порций, 25 порций в банке килограммовый, да? к примеру, у всех по-разному производители получается от 40 до 50 рублей за порцию вы размешиваете, пьете и ничего не чувствуете ни насыщения, непонятно, что вы выпили и непонятно, что вы съели и был бы этот эффект, есть или нет вот, кто-то говорит, что она добавляет витамины-то добавляет знаете, вот я вот на одном сайте зашел там диету можно соблюдать можно там график весь вводишь, что вот ты съел и там показывается, сколько витаминов ты вот употребил и я ввел прямо вот на память, что я съел за один день за вчерашний и я увидел, что у меня там все витамины в избытке даже переизбытки вот их мне там 100% норма, да? пишут, и все мне там переизбытки единственное, с витамином С там не очень потом с омегой-3 не очень и еще что-то там не хватает такие редкие, что, знаете, там встречается но это легко решаемо омега-3 можно отдельно купить какое-то масло льняное там 125 рублей, по-моему, стоит бутылка и там чайную ложку выпиваете потом также можно на день купить омега-3 продается там, по-моему в этом спортивных магазинах, по-моему, 500 рублей стоит бутылочка ее хватит там на 90 дней допустим, не хватало на 90 дней там в одной таблетке пьешь, да и все потом витамин С также отдельно покупается ничего сложного нету 1 грамм в день нормально, можно пить бояться, что витаминов не хватает можно купить отдельно витамины в спортивных магазинах за 500 рублей можно купить и там хватает от 100 дней по одной таблетке в день пить вот и все итог я пытался вам рассказать о том, что надо натуральной пищи есть а не эти протеины неизвестно что туда насыпали ну, на крайний случай можно в вашем магазине, в вашем городе найти, где продают соевый изолят к примеру, да это как вариант и купить его 200 рублей килограмм стоит и мешать его с молоком и добавлять какие-нибудь там не знаю, кофе, какао, что-нибудь сладенькое такое что-нибудь, я не знаю для вкуса прикольно а так с молоком нормально пьется и офигенный вкус получается вот получается по себестоимости где-то рублей 20 300 миллиграмм молока наливать туда и грамм 30 сыпать в соевый изолят выходит максимум 20 рублей за порцию белка за раз прием вот дети орут капец вот ну, вроде все рассказал и вот сейчас я вот настроился, что я не буду покупать протеинов никаких я до этого всегда покупал их сейчас тоже перестал смысла в них не вижу покупаешь пьешь и непонятно выпил ты пилок или не выпил какая там порция какие там дозировки кто наебывает кто обманывает я сам себя или еще кто-то а это ты взял овсянки заварил 100 грамм а бросил туда 30 вот тебе и 30 грамм белка по всей быстоимостью сейчас вам посчитаю 20 рублей порция белка получается 20 рублей получается в 2 в 2,5 раза дешевле чем покупать протеин так что гораздо выгоднее так питаться чем непонятно чем или на ночь допустим или днем творог просто покупаете 2-3 почки допустим вы пьете протеин да пьете вы его 2-3 раза в день выходит что вы тратите от 100-150 рублей в день только на протеин то же самое можно купить творог понимаете там есть кальций там в переизбытке будет кальций вы просто 2-3 пачки съедаете по 200 граммовых и у вас на кучу будет кальций в крови вам даже не надо будет отдельно принимать его а кальций это что у нас крепкие кости крепкие зубы так что вы стараетесь вкапитаться правильно единственное я бы еще добавил овощей бы добавил но я их что-то так не люблю эти овощи их же надо покупать их надо резать все дела как замороки с ними поэтому овощи я не ем но это ошибка моя также можно добавить какой-нибудь один фрукт там яблочко апельсинчик один можно добавить можно два добавить виноград сейчас тоже можно покупать недорогие так что лучше питаться натуральными продуктами мне кажется эффект от них будет гораздо больше но это не относится к креатину не относится там не знаю к ригенину как бы это аланину таким добавкам знаете которые тяжело встретить ну все спасибо будьте такие же вы сильными давайте счастливы всем пока до новых встреч пока до новых встреч